Ваша проблема понять, что единственная трудность в вашей жизни – это лень души. Вы согласились со своей плохой судьбой, вы поверили в это во всё, в этом проблема. А всё остальное – это не проблема уже. Запомните, что первое вы должны сделать – это понять, что боль и память о своей трудности разрушают вашу жизнь. Потому что часто люди просто смакуют. «Ой, от меня ушла жена!» И постоянно думают об этом, даже спит думает об этом, и ест думает об этом. И думает всегда об этом. Понимаете, это означает разрушение себя. Это и есть замкнутый порочный круг. Вы просто узнайте об этом для начала, узнайте. И узнайте, что чтобы разорвать этот круг, надо делать то, что тебе сейчас не хочется. Тебе хочется думать о том, что тебя разрушат. Так действует судьба. Она приковывает тебя к боли. Пламять – это злой властелин. Будет, будет, будет минувшая вновь. А надо делать то, что не хочется. А не хочется сейчас пойти и пробежаться, послушать лекцию. Не хочется. Как женщина, девушка сказала. Что-то мне не хочется уже теперь бегать, правильную пищу есть и не курить. Не хочется. Хочется курить, есть неправильную пищу и забыться, умереть. Так действует судьба. Надо научиться делать то, что не хочется. А если вы не можете это сделать, идите в храм. Вот, допустим, у вас нет силы рано вставать, пробежки делать. Значит, судьба еще сильнее на вас навалилась. Значит, она очень сильная. Как проверить, что тяжелый период? Тяжелый период, значит, вас настолько закосило, что вы ничего не можете делать уже. Тогда питайтесь чужой силой духовной. Это правильно, понимаете? Маленький ребенок кушает молоко для того, чтобы стать сильным. Он еще ничего не может делать. Он может только... И все. И это правильно. Точно так же человек, который чувствует, что он не может ничего с собой сделать. Идите, наполняйтесь. Наполнение идет через лекции. Слушайте лекции целый день. Идите на духовную атмосферу в храм, где песнопения идут. Пусть не ваша вера, скажете, а моей веры вообще нет в этом городе. Хорошо. В любой храм идите. Везде люди думают о Боге, везде побеждают судьбу, везде вам поможет. Не надо брезговать, стесняться ничем. Вот. То есть, понимаете, когда в вашем сердце уже проснулось вот это желание видеть чистоту, видеть глубину, это и есть начало побед над судьбой. Понимаете? Но самое главное, начните себя отрывать от боли. Первая стадия означает, что в вашем сердце появилось твердое глубокое чувство, что виноват не этот человек, а моя судьба. Я вам клянусь, поверьте мне, как старшему, что я тысячи видел людей, и я чувствую судьбу человека, чувствую, когда пришло к нему в это сердце. Я ни разу не видел, чтобы что-то произошло в человеке, в жизни человека без его собственной судьбы. Без того, что он не сделал что-то в прошлом. Ну, не бывает такого просто. В принципе, поверьте мне в это. Потому что, если вы в это не поверите, вы себя по своей судьбе победить не сможете. Итак, виновата судьба. Это первый шаг к победе над судьбой. Второй шаг. Постепенно работая над собой, думая о людях хорошо, всех прощая, радуясь природе, молясь Богу, вы придете к ощущению, что виновата не моя судьба, а виновата я. Ну, понимаете, вот это слово, виновата я, вот, знаете, люди так воспринимают, примерно. Виновата я. Это называется каяться у них. При этом важно еще побиться головой об стену. Я виновата. Чего ты паришься-то? Виноватые, виноваты, все виноваты в этом мире. Чего тут такого? Понимаете, вы один раз просто признаете себе, что вы виноваты. Не судьба виновата, а вы виноваты. И дальше тысячу раз исправьте свою вину. Вот это правильное мышление. Один раз себе признались, не тысячу раз, я виновата, я виновата, я виновата, грешная, я грешная, грешная, я грешная. Ну, грешная и грешная, чего ты так много повторяешь об этом? Чего о себе так много думать? Думай о Боге. Один раз признали себе, что виновата, один раз это сделали. А потом много-много добрых дел. Это называется покаяние. Это важный процесс побед над судьбой. То есть, смотрите, вы пришли к второй стадии побед над судьбой, называется я виновата. А третья стадия побед над судьбой, забыть про то, виновата ты или не виновата, и начать делать что-то полезное для других. Понимаете, это и есть правильное мышление. То есть, допустим, один человек подошел ко мне, говорит, Олег Геннадьевич, а не подошел, он прям написал мне петицию целую в интернет. Говорит, Олег Геннадьевич, вы не имеете права читать лекции, потому что вы совершали в жизни ошибки, которые вам право это читать лекции не дают. Я говорю ему, а как я исправляться должен? Ну как исправляться? Вот мучаетесь, каетесь, бейтесь головой об стену, вот и исправляйтесь. А мой наставник, я задал этот вопрос, наставник, он говорит, так это самое милое дело тебе, если ты как бы совершил какие-то простые неправильные проступки в жизни когда-то. Так теперь делай добрые дела, помогай людям и исправь эти поступки. Сам Бог тебе велел, значит, помогать людям, и в этом твой долг. Я говорю, а как же в мнении вот этих людей, которые считают, что я не должен это все делать? А эти люди не знают, как правильно. Все люди в этом мире, все совершили плохие поступки. И все люди должны исправлять их с помощью добрых дел. И добрые дела делать надо по своей природе. Я, допустим, могу, конечно, пирожки печь для людей, но это не моя природа, у меня пирожки плохо получаются. Вот организаторы, допустим, моих семинаров, они такие пирожки пекут, что мама дорогая. Просто пирожки сами влетают в рот и растворяются там. Понимаете? Но я так не могу. Я не могу делать то, что я не могу. Я могу лекции читать, могу лечить. И это мои добрые дела, вот это моя природа. Мой наставник сказал мне действовать по своей природе. И побеждать таким образом судьбу, и помогать другим. Лао Цзи, есть один такой мудрец китайский, он сказал, Мудрец тот, не тот, кто не падает, а тот, кто умеет вставать. Запомните это. Потому что падают все. Тот, кто умел встать, тот мудрец. Это не значит, что человек, который совершил плохой поступок, допустим, он должен, типа, в масле купаться. У меня недавно один знакомый бросил, как бы, жену с детьми, и при этом читает лекции по семейной жизни. Я ему сказал, ты это, перестань сейчас лекции это читать по семейным отношениям. Ты же не достоин этого. Ты показываешь плохой пример. И это правда. То есть можно что-то другое делать, понимаете, не обязательно. Ну, то есть не то, что надо повеситься после этого. Ну, совершил плохой поступок. Молись, раскаивайся. Если можешь, повернусь, вернись к жене. Но, как бы, надо делать что-то хорошее для людей. Но по семейной жизни ты не должен уже лекции читать. Потому что у тебя неправильное восприятие. Блохой поступок разрушает правильное восприятие. Понимаете, да, о чем я говорю? Ну, то есть здесь тоже есть правила, есть определенные исключения. Но идея заключается в том, что человек побеждает судьбу только с помощью добрых дел. Он не может побеждать судьбу просто, когда он бьется головой об стену. И сама природа нашей души означает делать добрые дела. Хоть ты какой грешник там, хоть самый падший из всех. Иди, делай что-то доброе. Доброта, добрые дела, это все люди имеют на это право. Все люди имеют квалификацию делать добрые дела. Понимаете, да? Каждый человек. И что такое правильное мышление? Как человек должен жить? Он должен постоянно вот этот тумблер на подзарядку, на то, чтобы побеждать свою судьбу, должен постоянно этот тумблер включать. Я в интернет один раз вычитал одну историю, которая меня так зарядила. И уверен, что этого человека зарядило очень сильно, который являлся инициатором этой истории. Что произошло? У человека грузинистой внешности заходит в супермаркет и видит, как одна пожилая женщина покупает себе маленький пакетик сметанки, чуть-чуть хлебушка там. И как бы вот так вот одета, обшарпана. Видно, что ей очень трудно что-либо выбрать, потому что денежек у нее нет. И он подходит к ней и говорит, а, слушай, дорогая, может быть, я тебе сейчас куплю что-нибудь? А? И она ему говорит, да даже если ты мне купишь, у меня все равно сил-то нет это донести. Я вот сколько могу, столько отнесу. Потому что я уже старенькая, у меня нет сил. Он говорит, так это вообще не проблема. Ты где живешь? Она говорит, ну вот там-то. Ну давай, я тебе сам отнесу. Он взял ей, короче, полную корзинку, накупил продуктов. Рассчитался. И несет ей, короче, домой. И начали разговаривать. И он ей спрашивает ее, а где твои дети-то вообще? Ну почему они у тебя что-то, тебе не помогают, что ли? Вот, может, у тебя их нет. Вот. И она ему говорит, а дети мои, это в Москве было случай, она говорит, а дети мои ждут, когда я сдохну, чтобы квартиру как бы получить от меня. И звонит мне, говорит, а уж скорее бы тебе сдохнуть, сколько можно жить. Дети, понимаете, классно, да? И он такой ничего и не сказал, принес, пришел ей домой такой, поставил ей все в холодильник, такой расставил. И говорит, слушай, а ты можешь мне дать телефон, ну, чтобы я смс-ку отправил с твоим детям? Она говорит, ну, вы как бы не будете же с ним ругаться, там, с ними, ну, ничего, я просто им скажу кое-что и все. Вот она телефончиком отдала, и он написал смс-ку. Ну, в общем, так, вы это не дождетесь, что она сдохнет-то, потому что я ее кормить буду, вот, помогать ей буду, а вы сдохнете раньше. Представляете, как Бог доволен этим человеком, как он рад ему, как сильно судьба будет благословлять его всю жизнь за такой поступок. Потому что легко, конечно, помогать там людям, которые на улице, как бы, тянут руку и говорят, дайте мне там. Чаще всего эти люди просто так зарабатывают деньги на 90%. Вот найти действительно нуждающегося, скромного человека, который нуждается, помню, подойти к нему, разговариваться с ним и вдохновить его, ну, как бы, принять помощь от тебя. Это надо сильное сердце иметь. Вот такое сердце очень благородного, доброго, душевного человека. Понимаете? И это и есть победа над судьбой. Если человек так живет, то ему не надо объяснять, как стать ему счастливым. И сама судьба будет делать его счастливым, потому что вот этот поступок, который он совершает, она что делает? Он что делает, поступок? Он разрушает в нем память в этом человеке о его страдании. И вот эти поступки, понимаете, все, вот это пробежки на улице, свежий воздух, всем желать счастья, улыбаться людям, помогать друг другу и так далее. Вот эти все поступки, они приводят человек к тому, что он выходит на первую стадию победы над судьбой. Которая называется... То есть, смотрите, сначала боль, прикован к боли человек был, не мог оторваться. Потом судьба виновата, он как-то отрезвел чуть-чуть. Потом не судьба, а я виновата. Я виновата, значит, надо что-то в жизни менять, а не биться головой об стену. И дальше начинается правильный образ жизни. То есть, учить, это называется мышление пчелы. И веды говорят, есть мышление мухи, когда человек думает только о плохом. Он как бы видит только плохое. И мышление пчелы означает, что он всем своим сердцем хочет, хоть и думается о плохом, он хочет думать о хорошем. Он перестает смотреть эти хреновости, вот эти вот по телевизору. Ну, то есть, новости плохие. Которые говорят, все плохо у нас в стране, знаете, все плохо. Вот. Это проклятие. Когда человек так думает, он разрушает свою жизнь. Он сам себя проклинает. Если пилить сук, на котором ты сидишь, то с него же и свалишься потом. Вот. Поэтому, какой смысл в этом во всем? Все это смотреть, слушать, в дерьме купаться. Надо, наоборот, учиться искать чистоту, хорошее что-то. Есть такая передача, которую я одну люблю смотреть по новостям. Называется «Время вперед». Один молодой парень взял и воссоздал старую передачу «Время вперед», старую советскую, которая говорила о хороших новостях. И там в этой передаче целых 20 минут говорится, что построили в стране, кто кого спас, что хорошего сделали, сколько добрых людей. Знаете, сердце радостью наполняется. Кто из вас смотрел эту передачу, поднимите? Всего-то. Вот с завтрашнего дня, если телевизор хотите посмотреть, наберите «Время вперед» и смотрите только эти бестники. Они раз в неделю выходят, больше ничего не смотрите. И у вас будет правильная картина складываться о нашей стране. Там все говорится, что происходит хорошего в ней, что построили, кто кого любит, кто кому помог, кто свою жизнь пожертвовал, кто сделал доброе дело. Все говорится. Понимаете, столько в стране доброго происходит, хорошего, а мы всякое дерьмо хаваем. Понимаете? Вот это вот неправильное мышление, разрушающее жизнь и страны, и человека. И когда вы на первую стадию победы над судьбой встали уже, это ветер удачи уже начал дуть вам в лицо. Понимаете? В это время не упустите свою удачу. Вас тянет назад вот эта сила. А вам надо просто начать молитву. Что такое молитва? Молитва – это такой экспрессивный, такой сильный процесс, заставление себя думать о хорошем. Вот, ну, есть два типа молитв в целом. Есть молитвы, которые в целом дают человеку хорошее настроение и познание мира. Это называются псалмы эти молитвы. Называется азан там и так далее. А есть молитвы, которые просто как стрела летит и пробивает неудачу. Эта молитва, она соткана всего лишь из одной вещи. Она соткана из прославления Бога или повторения Его имени. То есть, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Или Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя означает Богу хвала. Или Альхамдулили, Альхамдулили, Альхамдулили означает Богу хвала. И так далее. Ну, то есть, человек повторяет только то, что прославляет Бога, означает, он полностью забыл про себя и полностью погрузился в святость. Все. Он думает только о святости. И это и есть правильное мышление. Такие молитвы надо повторять на четках, смотреть еще на изображение святое какое-то, образ мысленно, можно кланяться этому образу, если ум чем-то хочет еще заняться. Если нет, значит, просто слушать те, кто молится, потому что сам человек не может память свою настроить на хорошее. Эта память отвлекается, нужна компашка хорошая. И хорошая компашка – это те люди, которые любят молитву, понимаете? Вот если у них любовь есть, больше всего побеждает судьбу, и память всего больше всего к любви приковывается. Мы сильно любим себя, понимаете? Это наша природа – любить себя, поэтому судьба за эту любовь нас и хватает, как за жабры. А если кто-то любит Бога, то наша память сразу же, там же есть любовь, сразу туда оп и пошла. В результате человек, думая о тех, кто молится, и повторяя молитву, как они постепенно приходят, постепенно, к первой стадии победы над судьбой. Запомните, в этот момент он входит в три сферы своей судьбы. У судьбы есть три сферы жизни. Первая сфера жизни и судьбы называется «Я», или «Мое сердце», или «Мое настроение», «Мой внутренний мир». Это первая сфера судьбы, «Моей судьбы». Это не только одна сфера, есть три сферы. Вторая сфера судьбы – это между нами. Это между мной и начальником, между мной и мужем, между мной и детьми, между мной и природой, между мной и нашей страной, между мной и другими людьми и так далее. То есть есть ниточки, незримые ниточки такие, которые нас связывают друг с другом. Понимаете? И мы должны знать о том, что они есть. И на второй стадии победы над судьбой мы с этими незримыми ниточками имеем дело. Обязаны об этом помнить. Ради высокой любви, если хотеть высокой любви, а не низменной, то помните об этом, что эти ниточки надо очищать постоянно. Почему нам противно друг от друга? Ниточки уже все протухли. Связь наполнилась дерьмом между нами. И поэтому я даже думать об этом человеке не могу. Ну вот, допустим, смотрите, это неправильное мышление. Вот, допустим, рука, допустим, заболела, там нарыв какой-то пошел. Я даже думать об этой руке не хочу. Раз, хрясь, развелась с ней, да? Выбросила. Нормальное мышление? Ну ладно, вы скажете, это моя рука. Ну хорошо, допустим, ребенок начал плохо вести себя. Я даже думать о нем, говорю, раз, вышвырнула его из дома. Развелась с ним. Нормальное мышление? Нормально или нет? Нет. Хорошо. Кошка заболела. Да пошла нафиг. Кошка заболела. Да пошла вон, как бы, вышвырнула кошку. Нормальное мышление? Нет. Мужик заболел? Ну, плохой судьбой заболел, начал туда ды-ды-ды-ды. Взяла, развелась. Зубы даже, зубы начали вонять из рта. Вы же их не вырываете. Доктор, ну, почините, ну, как-нибудь. Ну, допустим, вы приходите к врачу и говорите, доктор, у меня мужик совсем уже... Ничего-нибудь хотя бы с ним сделать. Вот это правильное мышление. Не приходите говорить, Олег Геннадьевич, а я могу все-таки уйти от него или нет? Я могу все-таки отрезать руку-то? Могу зубы-то вырвать все-таки? Ну, сколько можно гнилыми жить-то? Ну, могу вышвырнуть своего ребенка из дома. Ну, Олег Геннадьевич. Чувствуете связь мыслей, мыслей потока? Надо помнить, что все равно ничего не получится, потому что он пожизненно с тобой, с этим человеком связан. Некоторые меня спрашивают, Олег Геннадьевич, а когда он между нами закончится? Я хочу... Как это называют? Я хочу от него отвязаться. Никак ты не отвяжешься от него, потому что ты не привязывала сама себя. Это Бог вас привязал друг к другу. И сама отвязаться ты не сможешь. А что делать теперь? Как замуж выходить? Он же уже женатый. Надо тебе в молитве очистить свое сердце, чтобы светлая память об этом человеке осталась. Что значит светлая память? Это значит, что у тебя к нему никаких желаний уже нет. Ты ему только желаешь счастья, благодарности, любви. И помнишь хорошее только вместе. Все. На этом связь ваша не прекращается. А выйти замуж можно уже за другого. Потому что ты ничего не должна этому человеку. И он тебе ничего не должен. Вы свой экзамен сдали. Но связь останется. Понятно, да, система? И вот трудитесь своим сердцем, чтобы эти ниточки очистить. Если они у вас воняют, хоть живете вместе, хоть не живете, все равно придется очистить. Иначе не будет другого человека в жизни. Вонь вашу никто не пойдет. В чистое сердце только новый человек придет. Вонь идти никто не будет. Вашу обиду, разочарование, чувство несправедливости никто не придет. И кому это не надо, нужно всем только счастье от жизни. И кому не нужны ваши страдания. Итак, послушайте меня. Это бывает. Это реально бывает, мои дорогие. Если вы молитесь, думаете о Боге, придет время, и ваше сердце почувствует спокойствие и радость. Вам будет хорошо, у вас будет сильное облегчение. Вы будете думать, что все получится у меня в жизни. Допустим, человек ушел, возвращаться не собирается. Он тебе звонит, алло, у тебя ничего не получится. Моя дорогая. А ты в сердце чувствуешь, что все получится. Потому что он не Бог, чтобы решать, получится или нет. Он может совершать посудки согласно твоей судьбе, и решения ему не принадлежат. Не надо слушать слишком много деятелей умственного плана. Итак, в сердце спокойствие появилось. 30% судьбы, связанной с этим человеком, уже побеждено. 30%. У кого спокойствие в сердце, что все будет хорошо? 30% есть. Дальше поехали. Вторая стадия судьбы. Вроде все хорошо, вот спокойствие появилось. Но что-то не происходит, не возвращается. Олег Геннадьевич ко мне подходит. Спокойствие в сердце есть, а они возвращаются. Я говорю, хорошо, а вы общаться с ним можете, с этим человеком? Нет, общаться не могу. Обидно. Вот второй круг судьбы. Переходите. Спокойствие есть, все, хорошо. Теперь во второй круг судьбы. Начните дальше молиться, думать о Боге. А как это вот все делать? А делать это так. Вы когда молитесь, думаете о Боге. Вы скажите в сердце, это для этого. И ваша память сразу, там так плохо. Переключайтесь опять, думайте о Боге. Вы прославляйте Бога. Отвлекитесь свою память от этого плохо. И вы увидите постепенно, что ваша память об этом плохо начнет гаснуть. И вы будете чувствовать, что не так все и плохо. Все более-менее нормально. То есть, другими словами, ваша память, вот эта боль, начнет гаснуть в отношении. И наступит такой момент, что вы, алло, как у тебя дела? И он такой в ответ, не дождешься. Да нет, все нормально. Ну, ты что, давно к детям не приходил? Приходи как бы, мы же с тобой не чужие люди. И он такой, ой, ты так поменялась. Спасибо тебе, что ты такая хорошая стала, добрая. Ладно, хорошо, я приду. Начал дружить с ней, по-доброму общаться друг с другом. Это называется вторая стадия. Ниточки очистились, и человек чувствует хорошо. Он думает, слава Богу, что у нас все наладилось. Так тяжело было нам жить, что я не выдержал, честно говоря, и ушел. А так бы я и не уходил, если все хорошо было. Честные, хорошие, чистые отношения. Человек не собирается возвращаться назад. Просто все хорошо, чувствует все хорошо. И когда вы почувствуете легкость в отношениях с этим человеком. Все нормально, я не обижаюсь, он не обижается. У нас все нормально в отношениях. Но возвращаться он не собирается. Поднимите руку, у кого такое произошло. Вторая стадия победы над судьбой, 60% преодолели. Третья стадия. Вы думаете, а что ли Геннадьевич не возвращается-то? Вроде бы уже дружим, все нормально. А потому что есть еще третий круг судьбы. Внутри него находится, этого человека. Вот третий круг судьбы также означает чудо. Потому что кажется, что то, что от тебя не зависит, ты же общаешься с ним. А внутри ты же не можешь ничего повернуть. Вот это и ваше заблуждение. Потому что вы, когда начинаете молитву, опять думать о Боге, забывать про этого человека. И наступает такой момент, когда во время вашей молитвы у него в сердце начинает... Ну не то, что он икать начинает. У него начинает пробуждаться совесть. Понимаете? То есть он начинает чувствовать, что какой как бы шакал я паршивый, все ворую и ворую. Вот. Ну то есть совесть пробуждается. Он начинает думать, зачем я эту женщину хорошую бросил с моими детьми. И у него к любой детям своим начинает просыпаться. Он думает, господи, они как там без меня живут. Потому что до этого у него вся память об этом была отшиблена полностью. Как действует греховный поступок. И он начинает думать об этом, думать об этом. Но там у него, возможно, уже новая семья, новые дети уже. И поэтому у него есть выбор. Прийти к вам назад. Или сказать, прости, не могу прийти. Понимаете? Есть выбор. И у вас после этого в сердце что? Третья легкость. Несмотря на его отказ, вы чувствуете, как все хорошо. Третья легкость наступила. Первое спокойствие сердца. Вторая легкость. В отношении к третьей легкости. Что бы ни сказал. Все нормально. Живи там, будь счастлив. Алеша. И дальше что произойдет? Вы что думаете, Богу нужно, чтобы вы были одинокими? Как только вы победили судьбу с этим охламоном, вам Бог обязательно сразу же даст следующего. Одна не останетесь. Конечно, следующий уже будет не таким охламоном, как этот. Потому что вы же победили судьбу. Означает, что он будет поменьше охламон. В чем-то другом, может быть, вас будут испытывать не в этом. Понимаете? То есть, идет процесс развития человека. Но запомните, возвращение в семью есть только один путь. Понимаете? Есть только один путь. Этот путь назад. Если даже человек к вам не возвращается, вы говорите, Олег Геннадьевич, да у него куда назад? У него семья другая. Все. Или не хочу я к этому человеку назад, потому что он алкоголик. Он меня убить хотел. И слава Богу, что сбежал. Все равно раскаивайтесь, молитесь о ваших отношениях. Доброе чувство к этому алкоголику, хорошее отношение с ним. И в его сердце раскаяние, что он так живет. А дальше вы можете увидеть два варианта и не лишайте себя ни одного из них. Или представляете, этот алкоголик, этот никчемный человек, этот редиска, он изменяется и становится хорошим человеком. Это чудо, понимаете? Вот чудо. Ваш дурачок стал разумным благодаря молитве. Это чудо. Примите его назад, проверьте. Но даже если вы не можете принять его назад, ничего страшного в этом нет. Как в каком случае вы не можете его принять? Вы ему поставили условие, как вы хотите быть счастливым. То есть, ваш никто не заставляет мучиться. Это правда? С ним еще раз. Вы поставили условие, я хочу вот так жить. И он хочет выполнить. Дайте ему возможность, попробуйте. Не хочет выполнить, ну и до свидания тогда. Вы уже свои экзамены сдали, чего он мучается с ним? Это его выбор. Ну то есть, другими словами, если вы свой путь прошли, Бог все равно вам даст. Другого человека. Настолько хорош, насколько вы достойны. А достойны вы уже больше, потому что вы трудитесь над собой. Не ангелы, конечно, как вы мечтаете достойно. Ну, какого-нибудь мужичка. Вы поняли, что есть вот эти три круга побед над судьбой? И каждый человек, кто имеет плохую судьбу, всегда их может пройти. Они касаются всего в жизни. Допустим, злокачественная опухоль. Хорошо, не надо пугаться, что она есть. Это объем работы просто. Начали молитву, если есть локачественная опухоль, удалите ее сразу. Не бойтесь. Бог вам поможет сохранить жизнь. Удалили. И дальше, чтобы она опять не выросла, молитва. Для чего? Чтобы сердце успокоилось, чтобы не бояться эту болезнь. Страх означает объем работы всегда. Первая стадия побед над судьбой называется принятие. Примите свою судьбу, согласитесь с тем. У меня вот такая тяжелая семейная судьба. У меня есть опухоль. У меня то, у меня все. Примите. Первая стадия побед над судьбой – спокойствие. Вы приняли, знаете, что у вас все будет хорошо уже. Болезнь вас не победит. Вторая стадия влияния. То есть вы знаете, что делать вам, как жить, чтобы опухоль не развивалась. Она начинает гаснуть. Третья стадия – рассасывание опухоли. Или возвращение семейной жизни. Или возвращение на работу. Или, допустим, если у вас позвоночник переломан, уже ничего не восстановишь. Счастье – жить в таком теле. Человек обретает. На третьей стадии побед над судьбой он становится счастливым, даже со сломанным позвоночником. И у меня есть такие примеры. У меня есть один знакомый парень, который прошел эти круги побед над судьбой. А у него, он в инвалидности, он как бы молодой, попал в аварию и обездвижился. Ну и он думал, что надо умереть просто. Чего жить в такой жизни? Молодой тем более. Представляете, когда он почувствовал вот эту победу над судьбой, то люди начали тянуться к нему. Это в деревне, он жил в деревне. И люди начали тянуться к нему и советоваться с ним о том, как им жить. А они жили вдвоем с мамой, мама на пенсии. Она жили на пенсию просто. Он инвалид, она на пенсии. Люди приходят, советуются. А он из-за того, что он молится постоянно, он обрел вот эту способность не только свою судьбу побеждать, а также помогать другим. Люди почуяли это, начали ходить, ходить к нему. Приносят продукты там, какие-то пожертвования. Пошла жара. Все больше и больше людей приходит. Потом мама одна не справляется. Говорит, а можно я? У меня тут девушка одна хочет мне помогать, чтобы, ну, как-то надо же готовить, там, убирать. Люди же ходят, пачкают все. И надо их кормить постоянно тоже. Я не успеваю. Просто у меня нет сил. Я уже старенькая. Ну, говорит, ну, возьми, если она хочет, пусть помогает. Девушка начала помогать. Потом помогала-помогала. Подходит к нему, говорит, а я на самом деле хочу за тебя замуж выйти. Он говорит, да какой замуж? Я инвалид вообще. Зачем тебе нужен это растение? Она говорит, я хочу и все. Он говорит, нет, я буду один. Я не хочу портить тебе жизнь. Нет, я буду с тобой жить здесь. И она осталась там, помогает, все, никуда не ушла. Он подумал, подумал, взял ее замуж. В результате, что получилось? Счастливая жизнь, хорошая жена, хорошая мама. Люди все любят вокруг. Все. Человека все восстановилось. То есть, как Бог вам восстановит жизнь? Это не ваша проблема.